Во-первых, в этом году рекордное количество штрафов было наложено на теплоснабжающие организации. То есть, совокупный размер превысил 80 миллионов рублей наложенных штрафов. Это рекордная сумма для Ярославского ФАС в принципе. То есть, ни на кого, даже на организации, значит, которые торгуют бензином, столько не накладывали никогда. Это во-первых. Во-вторых, все знают, да, что был большой достаточно скандал у нас этим летом, из-за которого Ярославская область была снижена в общедоступных рейтингах социальной и экономической благополучности. В том числе это, конечно, негативно влияет на инвестиционный климат нашего региона. Ну, понятно, что антимонопольная служба, поскольку мы непосредственно связаны с развитием предпринимательства на территории Ярославской области, этим фактом очень обеспокоена. К тому же у нас разладились, скажем так, связи между разными участниками цепочки вот этого процесса обеспечения тепловой энергии, значит, населения. То есть, соответственно, управляющие компании действуют самостоятельно, ну, фактически зачастую недобросовестно. Ресурсоснабжающие компании действуют отдельно, так как будто жителей вообще не существует. И газораспределительные организации действуют, значит, опять же, по-своему, то есть не советуясь ни с кем, ни с органами власти, ни с какими-то иными хозяйствующими субъектами. Значит, просто реализуют свое право на отключение, совершенно ни на кого не оглядываясь. Мы решили коллективно, во-первых, подготовить обращение в адрес нового прокурора Ярославской области для того, чтобы нам обеспечить контроль и за деятельностью управляющих компаний, которые в область контроля ФАС не попадают, пришли к пониманию по поводу процедуры введения ограничений в случае, если она будет вводиться. Во-первых, категорически в настоящий момент у нас были прецеденты, что ограничение поставки тепловой энергии, поставки газа, в первую очередь, из-за которой происходило ограничение поставки тепловой энергии, вводилось даже в отопительный сезон. То есть, это первый был вопрос, по которому мы, значит, высказали свою позицию, что это в принципе недопустимо. То есть, ни при каких условиях, даже если имеется задолженность в очень большом размере, в отопительный сезон это в принципе недопустимо. И с нашей стороны это будет рассматриваться как злоупотребление доминирующим положением со стороны газоснабжающих организаций. Для котельной потребитель населения, для газа, безусловно, потребитель это котельная. Но мы как раз вот по этому поводу и говорили, что им надо помнить, что за котельной стоят конкретные люди, что эта котельная не отапливает не только, точнее говоря, юридических лиц, а и конкретное население, детские садики, больницы, школы. Ну, понятно, весь город фактически может остаться без отопления, без горячей воды в случае неосмотрительных действий в данной ситуации. Ограничено должно быть население, конкретные неплательщики. Квартиры? Ну, вообще в идеале квартиры, но это квартиры конкретные, нет, это возможно, почему? Это вполне возможно, только этим должны заниматься управляющие компании, которые в настоящий момент идут на это не очень охотно, прямо сказать. Поэтому пока в качестве компромиссного варианта стороны обозначили вопрос, что ограничивать будут конкретные управляющие компании, которые являются задолженниками.